Это новости на телеканале Губерния 33. В студии Ана Чугунова. Здравствуйте. События, факты, комментарии. Подводим итоги этого дня. В Юрьевпольском районе упал беспилотник. Информацию подтвердили силовики и правительство Владимирской области. Инцидент произошел позавчера, но сообщили об этом только сегодня. По информации правоохранительных органов, беспилотник был без взрывчатых веществ и опасности не представлял. Пострадавших и разрушений нет. Летательный аппарат сейчас на экспертизе. Его происхождение устанавливается. Россия и Беларусь подводят итоги совместного инвестиционного форума. На нем представляли стартапы и говорили о дальнейшем сотрудничестве. У Владимирской области объем взаимной торговли в этом году увеличился в три с лишним раза. Как и сказал на форуме губернатор Александр Авдеев, санкции Запада подтолкнули Россию и Беларусь к еще более тесному сотрудничеству. Приоритетными сферами остаются промышленность, сельское хозяйство и туризм. Ключевая задача – импортозамещение. Есть взаимные интересы к социальной инфраструктуре. Белорусские коллеги помогают строить новые школы в Суздале. – 1200 мест, но она будет самым большим, надо сказать, в Владимирской области концертным залом на 1200 мест, с интернатом, с большим спортивным ядром. То есть это такая необычная школа, которая будет не только образовательный процесс обеспечивать, но и процесс обучения в сфере археологии, культуры, охраны памятников и так далее. Все, что связано с историей и историческим наследием города Суздаль и вообще Владимирсуздальской России. – В этом году организации нашей области провели более 50 переговоров и встреч с белорусскими коллегами. Подписали 19 соглашений. Из Республики Беларусь мы получаем сельскохозяйственную и коммунальную технику. А на экспорт отправляем напольные покрытия, кондитерские изделия, стекло, мебель, древесину. Власти и дальше планируют расширять контакты и укреплять дружбу с Беларусью. – Пожелание с российской стороны, которое сегодня было озвучено, по расширению в сети белорусских гостиниц, санаториев, агро, сайсб, потому что они все на сегодняшний день загружены. На 100% в рамках выставки «Россия» у нас там отдельный экспозиционный стенд, посвященный туризму. В Беларуси есть возможность напрямую заказать там все, санаторно-поротное лечение. Продолжаем выпуск. Сразу 28 универсальных машин в этом году приобрел ДСУ-3 для уборки региональных дорог. Деньги на покупку поступили из бюджета Владимирской области. Насколько полезной будет новая техника? Проверили депутаты ЗАГС Собрания. Подробности далее. Не все можно увидеть, сидя в кабинете. С такой позиции выступили депутаты Законодательного собрания региона и возобновили традицию выездных заседаний. Первой точкой их визита стал производственный комплекс ДСУ-3 под Владимиром. Оснащенность и людскими, и материальными ресурсами у нас 100%. Песка, соляной смеси уже заготовлены, сейчас я рассказал, 100%. У нас она 100% уже готова, раздена по базам. Депутаты проверили готовность техники, которые находятся уже у нас в дежурном режиме. Там полностью заправлены, готовы к выезду для очистки, патрульной очистки дорог уверенной. Предприятие обслуживает более 5000 километров дорог. Для этого в филиалах ДСУ-3 задействовано почти 500 единиц техники. На носу зима. Сложное для дорожников время. Поэтому вскоре к работе приступят еще 28 новых машин. А вокруг нас находится техник, который закуплен за счет средств областного бюджета. Наверное, так понимаю, по просьбе, но что здесь законодателей. Новая техника, к слову, универсальная. Летом она сможет участвовать в ремонтных работах, а также убирать улицы от пыли и грязи, перевозить стройматериалы и даже помогать в опиловке деревьев. Кроме того, каждая машина российского производства. Хотели бы проработать на таком аппарате? Не знаю. Аппарат отличный. Аппарат отличный. И сопоставим с зарубежным аналогом. Всего в этом году на покупку коммунальной техники муниципалитеты получили более 600 миллионов рублей. Деньги решением губернатора Александра Авдеева поступили из областного бюджета. Депутаты поддержали идею выделения дополнительных средств, субсидий из областного бюджета для покупки коммунальной техники муниципальным образованием. Поэтому здесь как раз мы находимся на площадке, на которой присутствует 28 единиц техники. Была она закуплена согласно заявкам, которые подали Министерство транспорта. Владимир, например, в этом году вдобавок к уже имеющимся будут убирать три новых трактора и три коммунальные машины. А в Александровский район поступит многофункциональная дорожная техника. Алексей Дунин, Алена Кудряшова, Дмитрий Шаталов. К другим новостям. В Муроме фура сбила пешехода. Произошло это на радио в заводском шоссе. Под колеса больше груза попал 15-летний подросток. Дорогу он переходил по пешеходному переходу, но был в капюшоне. И перед тем, как шагнуть на проезжую часть, даже не посмотрел в сторону приближающегося транспорта. Удар был довольно сильным, но ребенок жив. У него черепно-мозговая травма и множественные ушибы тела. Возможно, санавиация перевезет его во Владимире, где им займутся врачи областной детской клинической больницы. Сегодня во Владимире наградили победителей конкурса «Наш любимый врач». В нем приняли участие педиатры и узкие специалисты областного центра. Лучших выбирали сами пациенты. Они голосовали за них в интернете. А кроме того, делились историями выздоровления. Дети оставляли рисунки на медицинскую тему. Татьяна Гордеева расскажет подробнее. Нина Толчина – детский врач-кардиолог. В медицине уже 10 лет стать доктором решила в 9 классе. На выбор профессии повлияла ситуация в медицине. В поликлиниках Коврово, откуда девушка родом, попасть к врачу было непросто. Я, когда была маленькая, очень часто болела. И когда приходила в поликлинику по месту жительства, там никогда не хватало врачей. И мама говорила, господи, хоть бы в семье был кто-то, что помогал лечить. Потому что был большой дефицит. Нина закончила медицинский вуз в Иваново. Как сама признается, чтобы овладеть профессией, пришлось немало потрудиться. За учебниками сидела целыми сутками. Трудности есть и в работе. За день специалист принимает более 25 пациентов. Каждому надо найти подход, поставить диагноз и назначить лечение. Особенно нелегко с подростками. Они могут преувеличить, не досказать. Они могут обманывать. То есть, конечно, нам с врачом с функциональной диагностикой, когда мы ставим аппараты, это просто детектив. Потому что они нам одно напишут на дневнике. Слава богу, аппараты нам позволяют немножко отследить, действительно ли эти детки ведут правильно дневник. И мы видим, что вот здесь они аппарат пережали, здесь они, допустим, поздно легли спать, хотя написали, что в 9 часов вечер. Но несмотря на проблемы и нервы, работа врача благодарная, говорит Нина. Сейчас есть хорошая диагностика. Удается выявить генетические патологии. А затем бесплатно по полюсу ОМС провести высокотехнологичные операции и вылечить детей, которые раньше годами страдали от заболеваний. А главное для любого врача – здоровые, благодарные пациенты. Очень добрая, отзывчивая. То есть, относится прям очень хорошо, мне очень нравится. То есть, доктор прям такой идеальный. Я считаю, что врач – это вообще самая важная специальность, которая вообще может быть. И без врачей в нашей жизни мы просто не выживем без них. Конкурс народного признания докторов проводится при поддержке регионального Минздрава и врачебной палаты. Его победители чествовали в Доме дружбы областного центра. Им вручили дипломы и памятные подарки. В адрес любимых врачей прозвучало немало теплых слов. Тот, кто пришел в медицинскую сферу, медицинскую деятельность, остается здесь навсегда и просто по-другому не может. В сложные периоды, когда были и коронавирусные ограничения, сейчас, когда есть определенные сложности и по другим заболеваниям. Это человек, который просто свой стиль жизни определяет как помощь человеку в любой ситуации, будь то это малыш или взрослый серьезный человек. Это очень здорово и очень радо, что мы и вот так можем сказать им спасибо, а не только в дни профессиональных праздников. Дипломы победителей также получили маленькие жители Владимира, которые в благодарность своим докторам подготовили рисунки и написали им добрые пожелания. Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов. Врач с большой буквы. Так о фельдшере деревни Большой Преклон в Веленковском районе говорят местные жители. Татьяна Рыбакова оберегает здоровье почти 600 пациентов. Ни в зной, ни в мороз не оставляет их без присмотра. На вызов ездит на личном автомобиле. Как молодой фельдшер справляется с такой нагрузкой, расскажет Ксения Садова. Нормальный? Нормальный, норма. Давайте померяем кислород. От проверки давления до уровня сахара в крови и ЭКГ для жителей сразу двух деревень. Большой и малый Преклон – это привычный плановый осмотр. В ИХФАПе есть все необходимое оборудование. Если что-то не так, просим обратиться к кардиологам. Или если это заболевание такое, которое можно медикаментозно полечить, мы лечение назначаем. Татьяна Рыбакова – врач от Бога, универсальный медик с золотыми руками. Сама проводит вакцинацию, ставит капельницы и даже проверяет зрение. Помогают специальные приборы. Не прикасаясь к глазу, держа над веком, зажимается кнопочка, и автоматически показывается результат. В ИХФАПе Татьяна работает уже шесть лет. Каждого из почти 600 своих пациентов знает по имени и относится как к родным. Татьяна Алексеевна у нас прям как золушка. Мы к ней бежим со всех ног. Ее все очень уважают, ее любят. Даже вот на улице нет солнца, мы заходим сюда, у нас уже солнышко. Я рабочий человек, у меня не хватает времени ходить по больницам. То есть нас только вручает Татьяна Алексеевна на ФАПе. Пациентов женщина принимает не только в кабинете. Ежедневно с часу дня медик сама посещает детей с высокой температурой, лежачих и тяжело больных. Добирается до них на личном автомобиле. Бывают в день и три вызова, и четыре. Бывает один раз, то есть один вызов за день. Все зависит от ситуации, как люди болеют. Варвара Сергеевна – долгожитель Большого Преклона, женщине 97 лет. Фельдшер проверила давление, измерила пульс. К счастью, все показатели в норме. Варвара Сергеевна, все хорошо. Давление у вас 140 на 80 в пределах возрастной нормы. Так что, жалобы какие-то у вас есть? Ну, ничего нет. Врач золотыми руками Татьяна Рыбакова и дальше планирует оберегать здоровье своих пациентов. Только уже в новом фельдшер-акушерском пункте. До конца этого года по нацпроекту здравоохранения в Меленковском районе откроют сразу три модульных ФАПа. В селе Архангел, деревне Войнова и в том числе в Большом Преклоне. Сейчас там уже благоустроена территория и закуплено новое оборудование. Благоустройство – это ограждение, канализация, брусчатка, то есть коммуникации вокруг этого модульного здания. Список оборудования – это и тономер для измерения артериального давления, пульсоксиметр для измерения сатурации. Это ЭКГ-аппарат, электрокардиограф. Что касается старого здания ФАПа, его сносить не будут. Отдадут под пользование местной администрации. Ксения Садова и Татьяна Семенова. По Владимире открылась фотовыставка «Руки матери». На ней фотограф Константин Захаров вместе с организацией «Владимирские дети-ангелы» презентовал 15 работ. В качестве модели для фото выступили мамы особенных детей. Подробности расскажет Марина Елькина. На одной из работ фотовыставки «Руки Анастасии Китаевой». Женщина делится. Участие в проекте «Руки матери» для нее крайне важно. Воспитывая единственного сына с диагнозом ДЦП и задержкой психоречивого развития, она с гордостью называет себя мамой особенного ребенка. Ребенка ждала давно, долго, со своими проблемами. Когда он просто родился, я приняла все, что было. В семье Марины Устиновой воспитываются сразу два мальчика. Один из них тоже имеет диагноз «Детский церебральный паралич». За спиной сильной мамы немало трудностей, но она учит себя радоваться мелочам. Одна из них – участие в фотовыставке. «Сначала я как-то не понимала, ну, фотосессия «Руки матери». Но когда Костя показал мне предварительное фото наших рук, я поняла, что, блин, у меня такая сильная рука, которая ведет за собой детей, и я прям даже как-то возгордилась». Готовые работы каждая из женщин видит впервые. Всего 15 снимков, 15 особенных мам. Автор проекта – Константин Захаров. Говорит, на съемки ушел всего пара дней. Не было ни специальных декораций, ни постановочных поз. «Фотографии, которые представлены здесь, они полностью обезличены. Тем самым, мне кажется, показывается безусловность и универсальность материнской любви. Она не привязана к конкретному человеку. Она есть. Как есть мама, так и есть любовь». Все мамы-модели состоят в организации «Владимирские дети-ангелы». Сообщество помогает семьям с детьми, у которых есть серьезные неврологические заболевания. Собирают средства на реабилитацию, устраивают досуг малышей и помогают в их социализации. «Руки матери – это первое, что вообще чувствуют и видят, скажем так, ребенок в своей жизни. Потому что ребеночек сразу куда передать? В руки мамы. И все мы знаем, какое тепло это дарит. Поэтому вот такой символичный проект у нас и получился». Прочувствовать материнское тепло через объектив камеры можно до Нового года. Выставка разместилась в павильоне «Небо-33» в Центральном парке Владимира. Вход свободный. Внутри все желающие смогут приобрести праздничные открытки от детей с особенностями развития или перейти по QR-коду, чтобы принять участие в благотворительной акции. Марина Елькина и Татьяна Семенова. День матери отметят в предстоящее воскресенье 26 ноября. Хороший повод сказать теплые слова самым близким людям. Наша следующая героиня – Валентина Минеева, многодетная мама и воспитатель детского сада. В преддверии праздника в гостях у большой семьи из Радужного побывала Оксана Любимова. «Ну что, попили павочко? Попили. Играть пойдем? Лет!» Для этих малышей воспитатель Валентина Минеева как вторая мама. Она всегда найдет нужные слова. Вместе они знакомятся с фигурами, животными, учатся общаться, петь и танцевать. В яслях Валентина работает 12 лет. «Вот собачка-жучка, хвостик-закорючка, зубки острые, шерстка пестрая». Найти подход к каждому ребенку помогает не только педагогический опыт. Валентина – многодетная мама. Дома ее встречают пятеро сыновей. Каждый спешит обнять и поделиться новостями. Младшие гордо показывают рисунок на стенах кухни. Валентина говорит, всегда мечтала о большой семье. «Дети, работа с детьми – это про любовь и про продолжение жизни. Дети растут быстро. Сегодня им пять, а завтра им двадцать пять. Ничего страшного с этой стеной или с мольбертом не случится, если они нарисуют свою замечательную каракулю. Для нас это каракулю для взрослых, а для детей это высший пилотаж». У каждого ребенка свое увлечение. Старшие сыновья – Степан и Савелий – учатся в музыкальной школе и играют в городском гитарном оркестре. Александр любит моделировать, а шестилетний Андрей и двухлетний Женя рисуют и катаются на велосипедах. Каждое детское достижение – подарок для мамы. «Она целеустремленная, добрая, всегда может помочь. С гитарой мне как раз родители помогли, и мамы тоже. Я летом пошел на день открытых дверей, я услышал там много музыкальных инструментов. Я пошел на гитару. Сейчас я гитарист, уже у меня последний год обучения, и я заканчиваю музыкальную школу. Я состою в оркестре и квартете». Справляться с домашними делами многодетной маме помогает муж Денис – учитель истории и общества знания. После работы они вместе готовят, делают уроки с детьми и пересматривают альбомы с фотографиями из путешествий. «У нее одновременно хватает на все время и на все не хватает времени. Если бы у нее было в сутках 36 часов или 45, она бы сделала больше. Человек очень сильный, целеустремленный. Иногда она устает, как и все мы живые люди. И приходится перехватывать на себя часть функции». Особенная гордость супружеской пары – ордена родительской славы. Денис и Валентина говорят, обеспечивать большую семью помогает государство. Благодаря социальной поддержке Минеевы уже начали строить собственный дом. «Земельный участок нам выдали бесплатно. И налог там 10 рублей в год у нас. Материнские капиталы мы воспользовались, государственные, воспользовались региональным материнским капиталом. У нас возврат идет за питание детей в школе, возврат за детский сад идет. Мы бесплатно съездили в Словению с двумя старшими детьми». По поручению президента Владимира Путина, 2024 год станет в России годом семьи. Минеевы уже принимают участие в федеральном конкурсе «Это у нас семейное». Вместе с детьми мечтают дойти до финала и рассказать о своих традициях в масштабе большой страны. Оксана Любимова и Евгений Адамов. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». Не переключайтесь. Продолжение следует...